Всем привет из зимней, сырой и туманной Одессы. Сегодня решили с друзьями канала, с Костей и с Аркисом, предварительно списавшись, посетить несколько интересных для нас, а возможно и вы там никогда не были мест. И в связи с эпидемией короны и нынешней пандемией, так подорвавшей и без того наш нездоровый уклад, просто не можем пройти мимо Чумного Кургана и провести небольшую экскурсию по местам очень спорной пандемии прошлого. С ней тоже что-то не так, я в этом уверен, друзья. А тем, кто не знает ничего про эту гору, нашим друзьям и подписчикам из далеких и близких мест окружающего мира, я вначале изложу довольно спорные исторические материалы о ней. По версии официальной, в Одессе в 1812 году, после подписания мирного договора с Османской империей, разразилась страшная чума. Полисмейстер Маврахиали 2 августа собрал всех медиков по случаю смертей трех актрис, итальянской труппы, проживавших в театральной гостинице, а также симптомов чумы, обнаруженных у остальных членов этой оперной труппы. Также симптомы чумы были обнаружены и у торговцев вольного рынка, который располагался на Александровском проспекте. За три дня умерло 8 человек, болезнь протекала очень быстро и легко передавалась. Симптомы были у всех одинаковыми, и к 30 августа умерло уже 30 человек. Главный доктор карантина первый решился произнести слово «чума», а то есть до этого диагностировали что? Городоначальник Ришелье объявил город в сомнительном положении и приказал очищать сточные канавы и колодцы от грязи. Вот на этот момент обратите особое внимание. К колодцам и канавам мы очень скоро вернемся. Город был разделен на зоны, всего их стало 5, каждую поручили особому врачу. В городе и крепости был учрежден особый карантин, обсерват, для сомнительных лиц. Однако такие меры не помогли, и в городе с 1 по 12 сентября каждые сутки умирало уже до 20 человек с явными признаками чумы. Ришелье пошел на неслыханные для того времени карантинные меры, объявил всю забукскую часть Херсонской губернии карантином. Линии карантинного разделения шли по рекам Бук, Кодыма, Днестр и по сухопутной части Подольской губернии. Всякого путника останавливали и отправляли в 30-дневный карантин, в один из четырех карантинных пунктов. Рыбная ловля и морские перевозки также были запрещены. Но принятые меры не предотвратили эпидемии. Жители Одессы, несмотря на опасность заболеть, продолжали прежний образ жизни. Купцы занимались торговлей, а умерших большими толпами провожали по пыльным улицам на кладбище города, продолжая контактировать друг с другом. Для предотвращения заболеваний, сообщают историки, люди принимали примитивные меры. Купание в морской воде, стирку, в ней же одежды. Деньги передавали из рук в руки, предварительно вымочив их в сосуде с уксусом. А также полили костры на улицах для обеззараживания воздуха. Дома больных чумой отмечали красными крестами. Поскольку эпидемия нарастала, Ришелье для уменьшения хождения зараженных денег и контактов между больными людьми запретил маклерам и нотариусам, а также купеческим конторам заключать и регистрировать сделки. К 16 ноября болезнь внесла уже 1720 жителей города и 4 лучших медика. Резенко, Кирхнер, Пелькевич и Капелла также самопожертвенно погибли от эпидемии чумы. И тут Ришелье, видя, что эпидемия не спадает, а наоборот решил пойти на крайние меры и провозгласил всеобщий карантин и самоизоляцию. По его приказу были сожжены все подозрительные землянки, заполнявшие карантинную и военные балки. Были запрещены все публичные мероприятия и собрания. А состоятельным гражданам было милостиво разрешено выехать на проживание на близ лежащие хутора, куда подальше. Жителям было запрещено покидать свои дома. Были закрыты все учреждения, в том числе и церкви. Строгий карантин продолжался 46 дней. В это время по городу передвигались только патрули, проверяющие соблюдение карантина, и повозки с красными флагами, перевозившие больных, или с черными, перевозившие умерших. По городу вместе с этими повозками также передвигались и мортусы в просмоленной одежде, и с масками, в клювах которых лежал чеснок. И они были вооружены длинными шестами с крючьями, которыми они выволакивали мертвых жителей из зачумленных домов. Каторжники, закованные в кандалы по истечении 20 дней после выноса из домов покойников, приходили в них и делали дезинфекцию. Каждое утро в 9 часов у ограды соборной церкви Решильо принимал доклады комиссаров и медиков. А так как в городе от карантина начался голод, было решено конфисковать зерно с купеческих продовольственных складов. И к 31 декабря 1812 года заболело чумой в городе уже 4038 человек, а умерло 2632. То есть каждый 9-й житель Одессы умер. И вот на водопроводной улице высится рукотворная гора, напоминающая жителям Одессы о этом страшном событии. Вот такие романтические рассказы имеются об этом месте у историков. Но я позволю себе кое в чем усомниться. Давайте внимательно посмотрим на гору. Здесь погребены 2632 человека, покрытые сотнями тысяч кубометров грунта. Мы же правильно поняли историков. Сюда свозили умерших и тут же их зарывали. Как вы думаете, сколько же грунта надо накидать? А дело происходило 2 месяца. 2 месяца продолжалась эта эпидемия. Население города составляло 9 частей от одной части умерших. То есть пускай 20 с копейками тысяч. И пускай из них треть пожилые нетрудоспособные люди. А также малые дети, еще часть зажиточные граждане, купцы, торговцы и работники культов разных. Сколько же в городе с таким количеством населения было рабочих, лошадей и телег? А знаете, сколько в этой горе на вскидку самосвалов? Нормальных таких 25-тонных, даже пусть 30-тонных. Знаете, я вам скажу, их тут десятки тысяч. А в самосвале, в одном самосвале от 40 до 60 телег с грунтом. То есть, чтобы, грубо говоря, закопать 25 самосвалов с человеками, ну или пару сотен телег, понадобились миллионы телег с грунтом. Ну а теперь самый главный момент, показывающий клиническое безумие историков. Знаете, что находится под горой? Нет? А там как раз находятся водоносные горизонты, питающие вот как раз те, так популярные у одесситов бюветы, а тогда, разумеется, питавшие колодцы. Те, которые как раз по приказу Ришелье тогда собрались и почистили. Колодцы, источные канавы. Так вот, герцог Ришелье, возможно, выдуманного историками, по его приказу были, получается, зачумлены все прилегающие колодцы сразу и очень надолго. Вот так неуважительно академики, писавшие всю эту слабоумную чушь о носатых масках с тертым чесноком, о просмоленных телегах с мортосами и о закованных каторжниках-уборщицах, и о мочении денег в уксусе, ну а самое главное о землянках в карантинной балке и балке военной, о землянках на античных улицах Древней Одессы. Понимаете, что это слабоумная чушь? Понимаете, на кого она была рассчитана? Кстати, недавно вышла такая незаметненько замечательная передачка о том, что вроде передумали они, нет там никаких трупов, а просто туда свозили неудачно выложенный камень-декаль с дорог. Это ж сколько тысяч лет его сюда свозили до получения такого холма на телегах. Это ж гуманитарии, они только свои деньги считать умеют. Что им там миллион кубометров туда, миллион сюда. Главное, чтобы романтика, чтобы решили ел оградки собора, чтобы доклады принимал, медики, чтобы на конях скакали и чтобы маски с чесноком хорошо продавались. Есть такая профессия. В мозг людям знания накладывать. Простите за сравнение. Ну а с вами был Верещагин и мы новые друзья и подписчики. А с вами пусть прибудет здоровье и бодрость. Берегите себя, не болейте нам. Это Одесса, друзья. И тут любят таки немного посмеяться.